Не будет преувеличением сказать, что страховое мошенничество появилось одновременно с возникновением страхования. Желающих обмануть страховую компанию недостатка не было никогда. Но неправильно думать, что их действия направлены исключительно против страховщиков. Денис Денисов не так давно стал жертвой автоюристов после того, как попал в ДТП. Авария произошла в момент, когда Денис подъехал к регулируемому перекрестку, горел красный свет светофора. И вдруг почувствовал сильный удар. Водитель «Ауди» не учел погодных условий, не успел затормозить и столкнулся с его стоящим автомобилем. Тут же на место ДТП подъехала машина, оттуда вышли представительные граждане, которые назвали себя аварийными комиссарами. Они предложили Денисову заключить договор. Они сказали, что не нужно будет тратить время и ехать в страховую компанию, а все можно оформить здесь, сейчас, прямо на месте. То есть сказали, вот тебе деньги, а все остальные вопросы со страховщиком будем решать уже мы. Но мы, на взгляд, оценили повреждения моей машины, то есть бампер, вмятина на багажнике. Они решили, что это обойдется, ну, не более 50 тысяч. И они выглядели настолько солидно и настолько юридически подкованы, что я подписал нотариальную доверенность на одного из их представителей. И после этого сразу получил 50 тысяч. Но впоследствии, когда я уже обратился в сервисную станцию, получилось, что есть еще скрытые повреждения, и ремонт оказывается значительно дороже. Такие случаи зафиксированы практически во всех регионах страны. На место ДТП выезжают автоюристы с предложением пострадавшему в ДТП о заключении договора цессии уступки прав требования. При этом на месте выплачивают пострадавшему необходимую сумму ущерба, как правило, не превышающую 50 тысяч рублей. Информацию о ДТП они получают либо от таксистов, либо подключаются к милицейской волне. Оперативно реагируют, схема всегда одна. Ну и сейчас, конечно, я очень жалею, что поленился. Нужно было не лениться, а самостоятельно обращаться в свою страховую компанию. Практически в такой ситуации может оказаться каждый из нас. О страховом мошенничестве мы сегодня поговорим. С директором территориального агентства ЗАО «МАКС» Мариной Клименко. Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Здравствуйте, Татьяна. Марина Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, как обстоит общая ситуация с мошенничеством на страховом рынке? Это очень большая проблема сегодня на рынке, потому что автоюристы сегодня очень грамотные, юридически подкованные люди. Они знают все пробелы в законодательстве, они этим очень пользуются. Их доход состоит не только из той части, которую они берут на оплату своих услуг и также то, что они могут отсудить от страховых компаний, но это еще и разница, которую они недодают страхователям в момент передачи дел в их руки. То есть сегодня это сформировавшийся самостоятельный бизнес, в котором под лозунгами защиты прав потребителей действуют вот эти автоюристы, зарабатывая огромные деньги на страховых компаниях. Ну и, собственно, на доверие автовладельцев. Марина Вячеславовна, а в каких сегментах страхования и мошенничества наиболее распространено? Ну, наиболее всего, конечно же, это ОСАГО и КАСКО. ОСАГО – это обязательный вид страхования, и самое большое количество обращающихся по страховым случаям – это клиенты, имеющие полисы ОСАГО. Ну а полисы КАСКО – это самые дорогостоящие, на которых можно наиболее большие суммы заработать автоюристом. Очень большие выплаты были. У нас был вид страхования, добровольного страхования ответственности, то есть этот полис был дополнительный к полису ОСАГО. И вот в этом сегменте автоюристы очень освоились и заработали огромные деньги. И в итоге этот вид страхования у нас был прекращен и закрыт. Что это такое за страховая компания, откуда можно с одним полисом вынести такую огромную сумму денег? Ну, здесь просто нужно знать процедуру обращения по страховым полисам. И, собственно, этим они и пользуются. Заявляется несколько страховых случаев, например, по полису КАСКО. Если, например, застрахован дорогостоящий автомобиль – 2-3 миллиона рублей. И в итоге, заявив несколько больших страховых случаев, можно вынести большие суммы из компании. Автоюристы скрывают реальные суммы тех доходов, которые они получают в судах от страхователей. Но у страхователя возникает обязанность заплатить налоги по суммам, полученным автоюристами. Но так как страхователи, скорее всего, не знают о том, что вот этот доход, полученный автоюристами, ложится на плечи страхователей, они не платят этот налог. В следующем году декларации не подают. И затем они должны будут оплатить штраф и пене за каждый просроченный день от этой суммы. То есть проблема автоюристов, она ложится в первую очередь на плечи страхователей, автовладельцев. Ну вот вы рассказываете про автоюристов. А как вообще ведут себя мошенники? Мошенники заявляют убытки, ну буквально рубленные топором или тертые шкуркой автомобили. И страховые компании обязаны отремонтировать за свой счет эти автомобили с заменой деталей. То есть это дорогостоящий ремонт, за счет которого можно обновить свой автомобиль. Таких случаев тоже очень много. Это относится к недобросовестным страхователям. Также страховая компания вправе собрать доказательства и обратиться в суд. И доказать, что сфабрикованные дела вот этих страхователей являлись умышленными действиями. Но сами недобросовестные страхователи, они забирают свои заявления и не доводят до суда свои вот эти действия. А страховщики борются с мошенниками самостоятельно или всем рынком? С 2002 года идет обсуждение темы обмена информацией между страховщиками. Потому что страховое мошенничество, оно строится на страховании уже поврежденных автомобилей. И для того, чтобы исключить обращение мошенников в разные страховые компании, в единой базе РСА мы смотрим историю по каждому водителю. И это дает нам возможность исключить страхование нежелательных вот таких вот мошенников, которые обращаются и заявляют в суды свои поврежденные автомобили, получают выгоду. Сколько в среднем у страховой компании приходится на выплаты вот таким мошенникам? Выплаты мошенникам от 10 до 15 процентов и даже в регионах доходит до 25 процентов. И вот эти выплаты мошенникам, они заложены в тариф по ОСАГО. То есть страхователям, которые добросовестны и ездят много лет без аварии, им приходится оплачивать вот некоторую сумму в своем страховом полисе, учтенную на мошенничество. То есть если бы все ездили добросовестно, то, наверное, страхование ОСАГО было бы дешевле. Ну и КАСКО тоже. Правоохранительные органы как-то помогают страховщикам в решении этих проблем или им приходится это делать самостоятельно? Ну, правоохранительные органы могут помочь страховщику только в том случае, если страховщик сам уже собрал все сведения о том, что это страховое мошенничество и доказал самостоятельно, что дело сфабриковано. Только тогда правоохранительные органы имеют возможность помочь страховым компаниям. Но сейчас все вот эти судебные дела, они настолько грамотно составляются, что правоохранительным органам просто трудно это доказать. Поэтому в основном страховые компании стараются самостоятельно расследовать и доказать, что это было страховое мошенничество. Я хотела бы призвать наших страхователей и всех автовладельцев к тому, чтобы они не соглашались на взаимодействие с автоюристами, чтобы они самостоятельно обращались в страховые компании, потому что написать заявление о страховом случае это несложно, и сотрудники помогают в этом. И на самом деле тогда человек получает реальную страховую выплату по своему ДТП, потому что проблема вот с автоюристами, это на самом деле проблема больше страхователей, а не страховых компаний, потому что страхователи, они на самом деле получают гораздо меньшие суммы, чем могли бы получить самостоятельно, потому что этих денег, полученных на месте ДТП от автоюристов, не хватит на ремонт автомобиля. Ну что ж, спасибо вам, Марина Вячеславовна, за такую содержательную беседу, а мне остается сказать только будьте осторожнее на дорогах и не доверяйте страховым мошенникам. А мы беседовали с директором территориального агентства «Зао МАК» с Мариной Клименко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!